НИКОЛАЙ МИШУСТИН НИКОЛАЙ МИШУСТИН НИКОЛАЙ МИШУСТИН И они быстренько перескочили на федеральные органы, чтобы запустить те же самые мощности по изготовлению пилотно 300 тысяч этих пластиковых карточек. Почему же церковь встала против этого новшества? Пророчества библейские, в них апокалипсис занимает очень существенную и значительную часть. И во всех у людей религиозных это занимается отверчее место в мировоззрении. И, к сожалению, те ключевые аспекты, которые там прописаны в конце времен, они с неизъяснимой точностью сейчас сбываются. Начиная от того, что это так называемое число зверя, 666. Ну, дело-то в чем? Что вся система, которая работает с этими электронными документами, идентификацией, она как раз находится в этой шестеричной системе счисления. И фактически, какой бы номер человеку не присвоен, вот как у нас, двоичная система счисления, десятичная, ну вот там принята за основу такая система. И он богословка предупреждала об этом как раз. Да, да, и как раз везде это, ну вы знаете, самое, наверное, ну это ладно, потом коснемся к этой проблеме. Даже вы посмотрите кнопку delete, которая есть на каждом компьютере, с помощью которой вы можете стереть любой массив информации, она тоже, так сказать, состоит из шести английских букв. То есть, и начиная именно, даже, знаете, поражает, что это от малых до больших, это будет присваиваться. И мы все ждали, когда же это начнет присваиваться детям. Ну вот уже стали давить, просто любой ценой пытаться присвоить детям этот электронный СНИЛС. И я вам всем телезрителям советую, вы возьмите этот СНИЛС, переверните и почитайте его. Это фактически садомитский документ. На обратной стороне написано о праве застрахованного лица на смену пола. Ну, с одной стороны, да, так сказать, он подлежит обмену в случае смены пола застрахованного лица. И у меня был уже вот со станицы Медведовской, Краснодарского края, обратился один общественный активист, там ситуация вообще до маразма. Его ребенок пошел в школу, а пришел обратно соснился. То есть принудительно выдали, без согласия родителей. Знаете, он вообще, так сказать, был просто потрясен. Да, принудительно выдали, без согласия с родителями. У нас же пока еще не принудительная выдача этих СНИЛС. Да, и он в шоке. У него деда, извините, вышел на улицу, его забрали эсэсовцы, отвезли в концлагерь. Он оттуда вернулся с клеймом, с номером на плече, так сказать, и доживал. То есть заклеймили. А тут ребенок фактически пошел в школу, значит, и вернулся тоже с этим электронным клеймом. То есть был грубо нарушен этот закон. Да, и когда он начал разбираться, оказывается, там поставили показатель всем детям, тотально, чтобы СНИЛС. И педагоги подделывали подписи детей и подавали заявление в пенсионный фонд на получение СНИЛС. Даже до такой ситуации. А почему? Потому что Краснодарский край, наряду с Ростовской области, наряду с Крымом и Севастополем, как раз одни из тех пилотных регионов, где попытаются тотально внедрить этот электронный паспорт, скажем так, даже детям. И что самое интересное, почему произошла эта пресс-конференция? Потому что сначала ФМС разместил проект указа президента об электронном удостоверении личности. Ну, ко мне в Госдуму пришло 7,5 тысяч телеграмм, со всей стороны люди против. И около 30 тысяч писем тоже против. И мы уже издано 105 тысяч со всей стороны. То есть фактически более 140 тысяч подписей за год. Мы 7 октября, год назад, проводили круглый стол в Госдуме против электронного рабства. Где все болевые точки обозначили, скажем так, начиная от того, что эта система может быть отключена через блокировку всех международных платежных систем, системы SWIFT. В любой ситуации, не говоря уже о каких-то военных интервенциях, граффитовых бомбах. То есть мы говорим уже не только о религиозной, духовной составляющей, но и просто о национальной безопасности. Когда все данные находятся в одном источнике, который может попасть во вражеские руки. Ну, так вот утрировано, конечно, коротко. Да вы знаете, проблема-то в чем? Что все аппаратное железо, все находится, оно все дырявое. Microsoft, Apple, Google. Всю информацию, которая попадает в интернет, она вся накапливается в Америке в соответствующих базах данных. Целые штаты отданы на сбор информации. Все, что попадает в интернет, все открыто и прозрачно. И закон о персональных данных, более того, там все убранные параметры о криптографической защите персональных данных и снижена ответственность. И фактически мы имеем сети интернет полностью подконтрольные и прозрачные для американцев. Мы имеем все эти программные софт, все эти программные оболочки, которые тоже содержат буквально дыры, через которые вся информация идет туда. И мы содержим радиоэлектронную базу, тоже всю заграничную, в которой изначально заложены закладки, чтобы тоже можно было спокойно к ним подключиться, снять всю информацию. То есть это фактически глаза и уши. И мало того, что в нужный момент это все может быть отключено, мало того, что сейчас мы видим ситуацию с санкциями, Мало того, что нам Сноуден говорит с утра до вечера о том, что каких размеров достигает электронный шпионаж. И сейчас нас всех хотят туда засунуть. И ситуация на Украине недавно показывает. Там перед Майданом были взломаны все электронные реестры и базы данных. И после того, как некоторые люди начали занимать пророссийскую позицию и пытались что-то возразить против Майдана, и размещали эту информацию в интернете, сразу по ID номерам их вычисляли и к ним на дом приходили, скажем так, с угрозами и к семьям. То есть не только отслеживали, но и карали по этим данным. Да, да. Это как бы фактически вся эта электронная система, это глаза и уши. И знаете, нам говорят, что это ничего страшного, но больше всего, если вы посмотрите тендеры, ФСБ закупило 200 печатных машинок, чтобы на них печатать самый секретный указ. То есть всем этим электронным системам они полностью не доверяют. А что мы имеем? Мы имеем в Москву электронную запись в школы. Без электронной записи в школу записаться невозможно. Мы имеем электронную запись на получение всех видов услуг, там детский отдых и так далее. Причем отправили ряд запросов в прокуратуру, Министерство юстиции. Из Министерства юстиции пришла информация, что все эти распоряжения о навязывании электронных услуг и электронных записей, они противоречат действия законодательству, содержат антикоррупционные факторы. Это официальный запрос пришел из Минюста. Из прокуратуры пришел, что этот приказ о введении детских ОЭК, ну этих школьных карт, которые издал руководитель департамента образования. Да, ну в Москве, сейчас уже без этой карты ни в одну школу не войдешь. Значит, все эти детские карты, то есть этот приказ, он фактически не имеет, не должен распространяться на граждан, потому что вопиющим образом, да, ущемляет их права и интересы. И не является вообще нормативно правым актом. Однако всем пытаются выдать, собрать снилсы. Следующий этап детский ОЭК, ну вот сейчас вот этот снилс детей собирают. Да, вот я как многодетная мама знаю о том, что в садик невозможно записать ребенка, если у него нет снилса. Откуда идет эта волна? Значит, эта волна идет, оказывается, из Минздрава. То есть Минздрав сейчас на каждого пытается, через Минздрав на каждого ребенка, чтобы этот снилс. И мало того, что это садовницкий документ, так в чем основная-то беда нам, понимаете? Вот когда мы проводили круглый стол, приехали из Сербии представители, и они сказали, 3000 сербских детей во время конфликта было распилено на органе. У нас в Госдуме уже принят закон о здравоохранении, где прописана презумпция донорства по умолчанию. Сейчас они разрабатывают закон о трансплантологии, и там предусмотрена детская трансплантология. Сейчас этот снилс станет ключом к базе данных, куда будут загоняться все медицинские карты, и, значит, оцифровываться все органы. Это все будет по интернету передавиться, и завтра ребенка распилить на органы – это миллион долларов. 300 тысяч американцев 7 лет стоят в листе ожидания, потому что китайские и индийские органы, которые они массово возили, им плохо подходят, им нужны белые дети. И сразу там будут аукционы, но, извините меня, сбить по этому закону о трансплантологии детской, там очень интересно. Если в течение часа родителей не найдут по телефону, все, детское донорство по умолчанию, любого ребенка можно распиливать. Извините, в одном районе сбивает машина, гастрабайтеров нанимают за 2000, перевозят в другой. Или не сбивает машина, а просто ребенок может исчезнуть по дороге из школы домой. Да, ну вот последние скандалы, когда дети исчезали спокойно, оно все, скажем так. Поэтому, ну и знаете, самое интересное, вот в школах, когда я начинал бороться, причем я выступил против СНИЛСа, против электронной записи на всех школьных собраниях, и там целые школы не стали получать СНИЛСы, подписывать согласие на сбор и выработку персональных данных, и администрации это все проглотили, потому что знают, что это незаконно. То есть лукаво, они любой ценой пытаются нас затянуть в эти электронные сети. Принуждением, обманом. Да, и самое интересное, всегда говорят, да вы знаете, да вы уже все оцифрованы, вы там есть. Я говорю, ну дети, самое святое, они туда не попадали. Но с другой стороны, какая беда? Вот сейчас заводят электронные дневники, ко мне обратился один профессор, он отказался одному люди, человеку нерусской национальности, поставить пятерку за экзамен. Он его предупредил, ну не понял, да. Ребенок пришел из школы, в портфеле принес записочку, не поставишь отличную оценку, ребенок в следующий раз из школы не дойдет. То есть все эти электронные записи, школы многие, ни одна из школ не имеет лицензию на работу с персональными данными, и на это можете давить, чтобы ничего не подписывать. И все, знаете, меня поразило, когда я стал смотреть эти адреса, когда списки детей передаются через вот этих вот, через gmail.com, через международных провайдеров, через международные адреса. То есть никакой защиты данных. И более того, некоторые школы вывешивают эти данные. Роспотребнадзор, когда провел проверку, там 2,5 тысячи людей, как бы только нарушение в этой сфере, то, что школы вообще-то, чуть ли не в открытом доступе размещали все эти данные. Также будут размещены медицинские и так далее. Но самое большое, да, у нас люди, извините, которые защищают семью, родину, державу, да, на дальних подступах. У них всех есть семьи, у них всех есть дети, понимаете. Они там дико зашифрованы, занимаются задачами спасения отечества, да. А тут, значит, полностью все их досье на их семьи, на их детей содержится вот в этих прозрачных электронных базах. Они становятся уязвимыми. Да, конечно. Ну, извините, здесь еще другая проблема. Вот один из наших концептов – это защита семьи, родины, державы. Одна из других очень таких, наверное, серьезных проблем вот в этой уязвимости, то, что сейчас уже буквально весной прокуратура стала выпускать документы, значит, целые инструкции, вся накопленная в базах данных, информация о ребенке, его успеваемость по электронному дневнику и так далее. Как только случается любой родительский эксцесс, не дай бог ребенок пришел там с синяком в школе на коленке, да, все, сразу вся информация, накопленная в электронных базах, передается во все, в опеку, в прокуратуру на предмет анализа нарушения права ребенка. И вот в Финляндии уже детей по этим базам анализируют. То есть даже за школьную неуспеваемость родители не могут дать ребенку возможность к образованию, передают приемной семье. И у нас прокуратура аналогичная инструкция, даже установила на отзор, в течение, знаете, любого нарушения прав ребенка, в течение трех часов, все психологи, социальные работники должны всю эту информацию сосредоточивать. Ну, у меня есть, как бы, кстати, еще документы, на странице ВКонтакте можете их найти. Всю эту информацию моментально передают. То есть задача в чем самая основная глобальная беда-то? К нам присваивают электронный идентификатор, электронный паспорт, а потом начинается тотальная слежка, тотальный контроль за нами. Уже, извините, буквально неделю назад служба налогов и сборов разместила информацию. Вот все их покупки, совершенные в магазине, через портал Госуслуг можно зайти и проверить чек, так сказать, и покупки. Ну, извините, даже если уже... Но это и есть как раз единый документ, в который все данные сводятся. Да, да, да. Ну, вот пока это действие портала Госуслуг на основании снилось. Все уже, так сказать. Ну, даже если за покупками слетят. Но дело-то в том, что и управление тоже будет осуществляться. Вот сейчас в Москве везде повесили эти электронные крысы. Ко мне обратились с Мичуринского проспекта граждане. Там всем жителям пришли, так сказать, повестки. Там не заплатил полторы тысячи штрафов, потом три. А они стали возмущаться. Оказывается, строители перегородили все эти полосы, оставили одну для общественного транспорта, они вынуждены были проехать. Значит, и им всем пришли штрафы. Да, Николай, и еще... То есть, завтра тебе печать в лоб поставят, пересечешь полосу и все. Да, в заключении нашей темы вопрос. Теперь в принудительном порядке, насколько мне известно, будет выдаваться электронное удостоверение личности. Вот об этом буквально в двух словах. Я знаю о том, что если до 1 января не напишет заявление человек об отказе, о получении этого документа, то он будет ему выдан. Да, вы знаете, мы внесли поправку, отложили на год. Не знаю, успеют ли поправку. Большое вам спасибо. Нет, в 2014 году хотели это. Нет, это не электронное удостоверение личности. Это ОЭК по умолчанию. Если не написал отказ, да, универсальная электронная карта, то как бы с 1 января следующего года она должна по умолчанию быть изготовлена на каждого. Да, и нам нужно конкретизировать, что я должна сказать о том, что ОЭК это как раз та карта универсальная, в которую входит и паспорт, и СНИЛС, и банковские данные, вообще все данные о здоровье человека, недвижимость, любая собственность. То есть отключить человека от системы можно только используя эту карту. Вот поэтому ее боится церковь, и поэтому ее боятся родители. И Николай Мишустин, отец пятерых детей, выступает активно против внедрения электронного рабства.